Здравия желаю, с вами Командор Велл, в обзоре обновления, которое состоялось 10 ноября. Также я расскажу про ивент Memory of Goddess, и вновь отвечен вопрос, стоит ли теперь после апгрейда персонажа крутить красный шарфик в игре Goddess of Victory Nika, где для начала я начну со слов, что оказывается, я кое-где ошибался. И тут нужна драматическая пауза. Теперь продолжаем это дело интригующей тишиной. И, наконец, я говорю, что оказывается, ивент Memory of Goddess еще более рандомный, чем я изначально предполагал в своих худших опасениях. Потому что, какую вы бы не взяли сборку, и насколько она бы не была эффективна, после где-то 18 минуты начинает действовать правило лютого рандома, где вражеские стрелки с некой долей вероятности могут по вам попадать. Примерно это происходит с шансом в 5% каждые 10 секунд. Поэтому, Артурита, у меня для тебя печальные новости. Как я уже говорил ранее, ты ни хрена не понимаешь ивент. И если у одного человека будет 35 минут, а у другого хоть 20, то это абсолютно не значит, что тот, кто нарандомил 35 минут, из себя реально что-то представляет. Так что не парьтесь, и прохождение челленджа на 30 минут – это чистой воды рандом. Который, конечно же, безусловно, зависит от правильной сборки, однако все равно сильно зависит от количества попыток и, конечно же, конечной удачи. Причем, если вы захотите протестировать оружие, то нужно специально брать персонажа и качать ровно столько характеристик, чтобы плюс-минус он всегда выживал до 14-15 минуты. И если какая-то сборка резко дает эффект выживания до 17 минуты и выше, то тогда это говорит о какой-то там мегаэффективности. При условии, что оружие тоже не очень сильно завязано на рандом. Поэтому то, что я сказал ранее, все верно. У меня даже получилось еще раз дойти до 28-й минуты, где одну минуту мне подарил модуль Emergency, где я имел в виду, исходя из не совсем правильных данных, что он даст вам лишних секунд 20, если вас именно штурмует пехота, а не попадают стрелки. Хотя, опять же, это все равно дикий рандом. И модуль все же более эффективен, чем я предполагал. Причем, если вы хотите именно пройти те заветные 30 минут, то рекомендую, помимо того, что я сказал, в обязательную сборку добавить модуль на регенерацию вместе с защитой. Это вам позволит существенно увеличить шанс достижения 30 минут. Но при этом абсолютно ничего не гарантирует. Потому что это просто долбанный рандом. Казино 3 топора или называйте это как хотите. В остальном, мой гайд на эту тему практически идеален. Хотя на тот момент я не мог заметить, что смог сделать только после анализа нарезки в замедленном режиме. Что на самом деле, главную проблему представляют именно стрелки, которые жутко завязаны на рандом. И по большому счету, многие менее эффективные сборки могут работать. Но вот без защиты с регенерацией, которая серьезно позволит вам увеличить потенциал прохождения, будет довольно тяжко. Между прочим, замечу, что они оперативно поняли свой косяк. Или приняли критику и уменьшили время для получения наград вдвое. Причем, переходя к другим новостям, хотел опять же отметить, что в отличие от долбанутой донатной помойки War Robots, разработчик этой игры, наоборот, вместо урезания прав, пошел реально навстречу. И как будто бы смотрел мой канал. Хотя, скорее всего, конечно же, им об этом сказали другие игроки. Где все-таки они расширили время складирования ресурсов в аутпосте до 24 часов. Что реально облегчает многим жизнь. Вот именно так нужно подходить к игрокам. Теперь мне практически вообще не на что жаловаться, кроме того, чтобы там, ну, тестовый сервер сделали адекватный, или что-то в этом духе. И, знаете, ну это, добавьте русский язык. Все. А, и да, устраните ряд багов. Ну и все как бы. Ну да, конечно, можно сказать, даешь огромный гарем, но это уже, знаете, слишком много хотим. Теперь касательно красного шарфика. Крутить или нет? Быть или не быть? Тем более человек написал коммент, на который я бы хотел вкратце ответить так. Нужен вообще отдельный гайд, который, между прочим, запланирован. Что делать новичку? Но я пока занят немножечко другим. Потому что, во-первых, не вижу огромной поддержки в плане игры Goddess of Victory. Ну и, во-вторых, честно говоря, немножечко данных не хватает. Поэтому их до сих пор собираю. Так вот, нужен отдельный, условно-универсальный гайд, что делать новичку. В плане круток. Потому что есть логичный смысл скапливать крутки и брать только самых лучших. А также есть противоположная стратегия их тратить, где ты вкладываешься в общую экономику. Например, недавно за счет красного шарфика я стал лучше формить экипировку. Так что даже если завтра будет баннер реально классной 2B, то в любом случае я тоже выиграл. В другом плане ресурсов. Которые тоже повышают боевую мощь. Это я потом буду затрагивать, потому что это все очень сложно и неоднозначно. Между прочим, я думаю, что когда-нибудь тоже будет реран 2B, ну где-нибудь через год. Как же без этого? На агусте же делали реран. Че этих не будут делать? Это вообще стандартная политика делать реран типа эксклюзивных персонажей. Ну или временных. Однако касательно шарфика скажу так. Несмотря на ее недавний баф, конкретно в моей пачке, с учетом примерного равенства в плане экипировки и навыков 2B и тестового шарфика, которого выдают на стрельбище, потому что у Аквамарина уже есть неснимаемый шмот. И я теперь понял, как там проверять персонажа. Где получается, потом с тестами будет проблема. Потому что сложно будет сделать равные условия. Но это уже другой вопрос. Так вот, касательно новых тестов шарфика. Опять же, как чистый кор, кэри или лейт, она все равно довольно сомнительна. Потому что общий урон в итоге будет меньше. Потому что она сразу же требует все три уровня бёрст скиллов, забирая их у остальной пачки. У которой, скорее всего, а особенно при правильной сборке, будет гораздо больший потенциал. Что довольно логично. И все-таки примерно равную в остальном плане 2B она не перебила. Хотя, безусловно, особенно если сравнить с предыдущими тестами, значительно увеличился её потенциал. Но явно не до лучших домов Парижа. Касательно роли саппорта, тоже есть определённый недостаток. Можно сделать баф команды только первые два раза подряд. Запуская только первые уровни бёрст скилла на ней. После чего будет откат в 40 секунд. Что не очень удобно. И мне до сих пор приходится использовать N102 в качестве второго заливателя атаки в штурмовых сборках, где требуется выжимать максимальный урон. Причём, на самом деле, есть огромный вопрос, как действует вся местная механика. Потому что я уже увидел очень интересные моменты на этот счёт. И не факт, что залив атаки действует именно так, как мы, наверное, предполагаем. Кстати говоря, рекомендую зайти в Дискорд. Потому что я потом буду спрашивать это для своих гайдов, ибо у меня у самого вопросы, где я наблюдал очень странные вещи. Так что красный шарфик, конечно, сильный, но всё же не самый лучший персонаж. Хотя с той же точки зрения общей экономики или выбора новичка, наверное, сейчас это однозначно лучший выбор, тем более с учётом того, что раздавали раньше. Потому что в качестве саппорта, заливающего атаку, она действительно хороша. И, подозреваю, этому явлению почти всегда можно будет найти применение. К тому же есть вариант номер два, где если вы понимаете, что в бою будут потери, вы можете изначально не использовать её скиллы, где после несения потерь она может активировать сразу все три уровня бёрст и при этом вполне может хорошо себя проявить. То есть она такой своеобразный резерв или туз в рукаве, который всё равно требует особого подхода. Причём, как я уже говорил в предыдущем гайде-обзоре, я всё равно буду принимать окончательное решение докручивать персонажа или же нет, в том числе я оставил стандартные крутки, только тогда, когда я увижу, что будет в следующем обновлении. Это будет где-то там за пару дней, а не объявят об этом. Примерно как-то так. Следовательно, не забудь поставить лайк, подписаться на канал, расшарить видео по интернету и можете поддержать канал финансово. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!